Особое мнение на 101 Начало второго на часах. В эфире программа Особое мнение. Добрый день. Меня зовут Владимир Сметанин. Я приветствую гостя нашей студии Олег Прохоренко, главный редактор газеты Бизнес Новости в Кирове. Олег, добрый день. Добрый день. Напомню, по традиции на сайте kirovo.ru есть аудио-видео-трансляция нашего эфира. Кроме того, пользователи сайта могут заранее узнать, кто может высказывать свое особое мнение в рамках этой программы. Если у вас есть вопросы, то вы можете с помощью специальной формы эти вопросы задать. Пока не было. Да, пока не было. Хочу я начать с темы, по поводу которой мы уже говорили, в том числе с тобой, в нашей студии. Это налоговые каникулы. Как известно, на федеральном уровне соответствующий закон вступил в силу 1 января 2015 года, но во многих регионах, в том числе в Кировской области, еще в конкретное воплощение этот закон еще не вступил. И вот на прошлой неделе стали известны некие подробности того закона, который планируется принять все-таки в нашем регионе. По словам Павла Ануфриева, руководителя Департамента развития предпринимательства и торговли, соответствующий закон на региональном уровне планируется принять в нынешнем году. Вступит он в силу в 2016-м, срок его действия до 2020 года включительно. Чтобы избежать массового дробления бизнеса, мы предлагаем установить ограничения по численности занятых УИП-работников. Не более 15 человек, ежегодный доход не более 6 миллионов. Ну, надо напомнить, да, там речь идет об индивидуальных предпринимателях, которые регистрируются впервые и выбирают либо патентную, либо упрощенную систему налогообложения. Ну, там есть определенные виды бизнеса. Определенные, да, социально значимые в первую очередь, да. Вот, на самом деле, мне вызывает вопрос. Ну, там вопросов действительно еще очень много, и я признателен Павлу Николаевичу, что нас пустили на вот это вот первое обсуждение, самое-самое... Ну, вот в первое, да, эти данные были озвучены. Когда еще только обрисовываются основные контуры, когда только подсчитывается там ущерб, ну, не ущерб, а выпадающие доходы, которые недополучит область предположительно от налоговых каникул, причем подсчитать их достаточно сложно, эти выпадающие доходы, в силу того, что есть опасения, и они обоснованы в том, что многие индивидуальные предприниматели, которые на сегодняшний день работают уже там в течение нескольких лет, просто снимутся с регистрации, зарегистрируются вновь уже там на другой ИП, на жену, на кого-нибудь, на салат, на кума, и в результате не совпадет та цифра, которая ожидается, с той цифрой, которая будет в итоге. Может быть, некоторые крупные бизнесы поделятся. Ну, вот цифры можно озвучить, да, по словам Павла Николаевича, если брать все-таки впервые зарегистрированные ИП в 2013-2014 годах, всего их 884, и, соответственно, 7,5 миллионов рублей получается сумма. Это в том случае, если они не будут доробиться, они будут закрываться. 5,7 по упрощенке и 2 миллиона рублей платят через патенты. Меня смущает цифра 15 человек, да, то есть ограничить микробизнесом, так называемый, то есть это даже не малый, это микробизнес, не в силу того даже, что там малый бизнес должен быть тоже включен, там средний бизнес, а в силу того, что мы искусственно ограничиваем рост этого предпринимателя. Понятно, что если у тебя есть возможность развиваться и нанимать дополнительно кадры, там, рабочие руки и так далее и тому подобное, ты, в принципе, должен это делать. Это как раз и есть предпринимательство, когда ты не сам себя занимаешь только лишь и свою семью, но когда ты привлекаешь рабочие руки, те, кто высвобождаются в кризисное время с предприятий, в обычное время, там, просто выходят из стен школы, предположим, университета, и люди, которые начинают искать себе, подыскивают работу. То есть в данном случае вот это ограничение, оно несколько искусственное. В целом, конечно, налоговая каникул вещь хорошая, но я боюсь, что в мыслях это было, как бы, цель-то стояла и задача стояла одна, и принималось это все на федеральном уровне. То есть здесь в регионе мы можем просто либо принять, либо не принять. И достаточно успешно принималось на федеральном уровне. Форму изменить не можем, потому что там Михаил Курашин предлагал, скажем, сделать предложение разумное тоже. Это депутат ЗАГС Собрания Михаил Курашин, не руководитель фракции, вернее, зампредседателя. Вице-спикер ЗАГС Собрания. Да, вице-спикер «Справедливая Россия». Вот он предлагал, что только для тех, кто год отработал, давать налоговое каникулы. Но проблема в том, что есть федеральное законодательство, оно говорит четко, что только зарегистрировано в этом налоговом периоде. То есть никаких годов с момента регистрации быть не может. То есть ты начинаешь, открываешь, регистрируешься и вот, сразу же получаешь эту логовую. И в результате возникает вот эта вилка, что многие захотят, может быть, перерегистрироваться. Годы там предусматриваются с 16-го, так как вступает этот закон в Кировской области. Будем надеяться, что его все-таки примут депутаты, обсудят все общественные советы и организации, заинтересованные общественные, общественные организации предпринимателей, торгово-промышленная палата, опора России. Деловая вятка и так далее. И закон примут, он будет действовать до 2020 года. То есть пять лет. 16-й, 17-й, 18-й, 19-й, 20-й. То есть даже если год сделать ограничения, ты работаешь все равно, люди год перетерпят, потом начнут получать налоговые льготы. Но на самом деле налоговая льгота, налоговая каникулы, это звучит только так, что человек ничего не платит, занимается бизнесом. Нет, он должен платить в любом случае. И достаточно немалые средства в пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского страхования. Вот мы посмотрели, с увеличением МРОД, с начала, с 1 января 2015 года для ИП, доход которых не превышает 300 тысяч рублей в год, это будет 21, что ли, почти 22 тысячи рублей, только страховых взносов в год. Ну, примерно в месяц получается 1800 нужно платить за одного, соответственно, работника, то есть за себя, либо за кого-то. И патент стоит, на самом деле, дешевле даже, чем отчисления вот этих вот. Но это хороший стимул для тех, кто высвободился, для тех, кто давно мечтал начать свой бизнес, и даже для тех, кто нелегально занимается бизнесом. Проблема лишь в том, что, опять же, когда я разговаривал с Павлом Николаевичем, оказалось, что инициатива, которую Олег Александрович Казаковцев продвигал в федеральном собрании, и она, к сожалению, не прошла в Государственную Думу, инициатива об увеличении кратным штрафов за нелегальное предпринимательство. Я его поддерживал, эту инициативу, но оказалось, что даже Олег Александрович, он не автор, автор идеи является Павел Николаевич Ануфриев. И идея эта как раз в том, что на сегодняшний день штрафовать предпринимателей, ну как бы предпринимателей, то есть людей, которые занимаются надомничеством и не отчисляют в казну никаких средств, это почти четверть, если верить статистике, почти четверть трудоспособного населения Кировской области, то есть каждый четвертый. Чтобы вывести их из тени, дать бы им налоговые каникулы, вот эту возможность не платить налоги в течение двух лет, отчитываясь полностью своей деятельностью в налоговой инспекции, заявляя, что она есть, и делая отчисление в пенсионный фонд, в фонд социального страхования, но люди, я думаю, что не пойдут в легальный бизнес из теневого бизнеса, если не будет наказания за нелегальный бизнес. На сегодняшний день это от 500 рублей до нескольких тысяч, то есть очень невелико. И можно бесконечно получать. Да, дело-то в том, что даже полиции и налоговой неинтересно заниматься такими делами, то есть шкурка не стоит в выделке, нужно собрать доказательную базу ради штрафа в 500 рублей, но это не серьезно. Смотри, если этот закон будет все-таки принят, да, и начнет действовать в следующем году, за эти годы до 2020-го включительно, ведь люди, получившие такую среду, такую льготу, они привыкнут вести именно так бизнес, не отчисляя ничего. Не будет ли потом массового закрытия в связи с возвращением все? Ну, традиционные рельсы, чисто так по-человечески. Здесь я, опять же, исхожу из определения предпринимателя. Предприниматель – это человек, который умеет предпринимать, у которого есть жилка, ну, или у которого есть хобби, который он готов монетизировать, да, то есть занимался он там ремонтом автомобилей и решил, что, блин, я же круто это делаю, свой автомобиль, открой-ка я гаражик и буду ремонтировать там для всех. Если будут штрафы большие за нелегальные предприниматели, он пойдет, зарегистрирует ИП и будет это делать на вполне законных основаниях, отчисляя только в фонд соцстраха, в пенсионный фонд. И два года будет работать, пока не наработает клиентскую базу, а потом уже с клиентской базой, да что ли патент заплатить? Это разве деньги? Ну, ты легально работаешь, ты отчисляешь везде налоги. К тебе никто не вправе прикопаться и никаких штрафов назначить. Понятно, что у нас вот на сегодняшний день действительно нелегалам быть проще. То есть и налоговая тебя не шерстит, и другие надзорные органы. Для них ты просто не существуешь. А коли ты не существуешь, то и не пожарная, не санэпиднадзор, то есть надзорные органы к тебе не приходят. Тем не менее, денежку ты получаешь. То есть проблема даже вот в этом, а не в том, что нужно заплатить какие-то деньги государству, я думаю, ключевое. То есть и здесь-то тоже должны быть, ну, не по блажке что ли, да, но по крайней мере какое-то человеческое отношение к предпринимателю. Нужно понимать, что любой предприниматель, он несет риск, да, если он разорился, то ему государство помогать. Выплачивать за него вот эти вот кредиты невозвращенные, долги кому-то, у кого он занимал, у кредиторов не будет ни в коем случае. Он сам несет это время. Зато нагнуть его, обложить штрафами – это всегда пожалуйста. Поэтому здесь я бы обратился к тем, кто контролирует предпринимателей, все-таки подходить более человечно, более идти на компромисс, не то что закрывать глаза, но предупреждать. То есть предупреждать о возможном возникновении последствий для того, чтобы предприниматель мог подготовиться. И у нас законодательство меняется так часто, и не у каждого предпринимателя есть в штате юрист, который может подсказать подводные камни. А выходит так, что приходят надзорные органы, говорят, а у нас тут изменения были в законодательстве, а вот тебе штраф, да? А должно быть наоборот. Нужно пригласить предпринимателей, разъяснить им изменения в законодательстве, предупредить, если они видят, что есть возможные последствия. То есть не методом галочек, а методом исправления, ну то есть палок, грубо говоря. Чем больше я штрафовал, тем лучше. Не так должно быть. Кип должен быть другой, то есть коэффициент оценки труда надзорников. Чем больше бизнес разовьется, чем больше в целом будет оборот предпринимательства, тем лучше. Но в том числе и отчисления налогов и отчисления в различные дни бюджетные фонды. Ну, хоть и назвал Павел Ануфриев эту цифру в 7,5 миллионов рублей чрезвычайно небольшой, чрезвычайно маленькой, а реальная цифра, да? Может быть в 10 раз больше. Ну, я не знаю. Я таких денег никогда не видел, честно говоря. И у нас зачастую такие суммы тратятся на многие социальные программы, всевозможные пособия и так далее. Нет, ты представь. Деньги-то где брать все-таки потом? Ты представь, это все-таки бюджет области, который исчисляется десятками миллиардов рублей. Но, собственно, доходы поменьше. Часть субсидируется из федерального бюджета, изрядная часть в кредитах. Но, тем не менее, это действительно сумма может быть даже ничтожная. Если исходить из того, что это бизнес, который все-таки будет платить страховые взносы, который все-таки будет платить при этом зарплату наемному персоналу и отчислять НДФЛ, и это-то не учитывается часть. То есть НДФЛ в любом случае нужно работникам отчислять, страховые взносы тоже нужно отчислять. Поэтому где-то мы проигрываем на время, но где-то, я думаю, что приобретем... Ну, то есть направление мысли правильное. Вообще это сделать бы нормой, когда начинающие предприниматели, особенно в определенных видах деятельности, вот сейчас важное импортозамещение, там, где есть факт производства продукции оригинальной, причем именно производства, не услуг, а производства продукции, замещающие импортные аналоги, то такое предпринимательство должно быть, я не знаю, на три года, на пять лет освобождение, потому что оно очень трудозатратное, цикл оборота средств очень длинный, нужно провести НИОКР, научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы, это все тоже должно государство, по идее, субсидироваться. И только после этого, когда производство выйдет на определенный уровень, когда маховик уже раскрутится, можно будет брать с предпринимателя налоги, но мы получим сильного производителя, который будет конкурировать с зарубежными аналогами. Это благо в любом случае. Хотел бы я сейчас вспомнить очередную прямую линию президента Путина, которая состоялась в прошлый четверг, 16 апреля. Я, к сожалению, не смотрел, потому что был занят. Частично, да. Ну вот, в частности, глава государства заявил, что на восстановление экономики России потребуется два года. Связано это, конечно, и с укреплением рубля, с ценами на нефть. Эксперты видят, что мы прошли пик проблемы с выплатой внешних кредитов нашими банковскими и другими предприятиями из реального сектора. Мы провели корректировку курса национальной валюты, ничего не лопнуло, и все работает. Вот эти слова Путина, они тебя успокоили два года, или все-таки ты хочешь завтра проснуться, и чтоб в стране было хорошо. Он не первый раз называет это все. Да, не первый. Он про два года говорил, когда обращался к федеральному собранию, выступал в конце декабря прошлого года. Поэтому здесь какого-то, ну, чего-то неожиданного нет. Мне было интересно послушать, точнее, я уже читал это в записи, его диалог с Алексеем Кудрином, бывшим министром финансов, с которым у них хоть и дружеские отношения, но они друг друга оппонируют так конструктивно оппонируют, и Кудрин как раз приверженец мер жестких, что экономику нужно из кризиса вытаскивать с помощью сокращения, урезания, неэффективных расходов, в том числе, в необходимом объеме все выплаты пособия ни в коем случае не повышать пенсионный возраст, и аргументируют это тем, что главное нам не утратить доверие людей. Если будет доверие людей, то из кризиса мы выйдем гораздо быстрее, чем если мы сейчас жесткие меры применим, да, вроде бы экономику поддержим, но люди не поддержат руководство, люди не поддержат правительство и президента. Поэтому здесь, на самом деле, вот когда есть такое, ну, нет единого мнения, на самом деле, как вы хотите из кризиса, но Россия особенная страна, да, если мы собираемся, как годы войны было, да, мы можем вытащить страну из любой ситуации, мы можем победить, действительно, если соберемся в кулаке любого врага. Нет, я имею в виду, что мы медленно запрягаем, но если уж запрягли, то едем очень быстро. И поэтому здесь ему, наверное, виднее, потому что он несет ответственность, бремя ответственности. Вот сейчас он сказал, через два года выберемся из кризиса. Через два года, если мы не выбираемся из кризиса, да, он должен будет что-то людям говорить. Если выбираемся, честь ему и хвала. То есть он нашел именно тот путь, которым, ну, опять же, я говорю почему, потому что те принципы, на которых основывается Алексей Кудрин или там другие представители правительства, они основываются на западной системе, не ценностей даже, на западной экономической системе. То есть действительно нужны какие-то антикризисные меры, быстрые, четкие, которые в том числе ущемляют права отчасти налогоплательщиков и граждан. Да, но в России несколько другая психология, другая ментальность. И здесь можно людей, как сказать, стимулировать на работу по импортозамещению и тому же, да, можно людей призвать, если есть доверие, потерпеть какое-то время, но потом выбраться из этой ямы. Я, честно говоря, вот не являюсь приверженцем идеи Путина и почему говорю, что это его ответственность. Если у него получится, он будет молодец. Я все-таки являюсь приверженцем таких антикризисных жестких мер, когда ты загодя уже знаешь, что предстоит кризис, а это можно было предугадать, начинаешь проводить и сокращения, и вырезания, и в то же время ищешь возможности, варианты для какого-то роста в течение последующих лет. Но здесь, я говорю, здесь нельзя предугадать, потому что все сценарии любых кризисов в разных странах, они проходятся по-разному, и пока мы не набьем шишек самостоятельно, я думаю, что мы не сможем предсказывать со стопроцентной гарантией, как это будет. Тебе было бы легче, спокойнее, если бы президент не так вот в такой формулировке высказался, что возможно через два года, а вот клянусь, через два года. Ну нет, это на самом деле лягу на рельсы, это мы уже проходили, и это не совсем правильно. Я за то, чтобы был сильный президент, которому доверяют люди, но я также против того, чтобы президент выезжал на чисто патернолевских вещах. То есть, если к тебе прислушиваются и тебя слушают, то нужно все-таки принимать жесткие экономические меры с той степенью доверия, которая у тебя есть. И несколько, может быть, подрезать социальные расходы, несколько подрезать, может быть, оборонные расходы, но в то же время пытаться развивать экономику, потому что через два года нам понадобится экономический сильный скачок. Откуда он возьмется, пока не совсем ясно. И если мы будем точно так же тратить на социалку огромные триллионы федеральных средств. У нас остается несколько минут до перерыва. Вот я бы еще хотел затронуть тему поддержки начинающих предпринимателей. Опять же, вернуться к обращению главы Департамента развития предпринимательства и торговли Кировской области Павла Ануфриева. На территории моногородов будет реализован в этом году спецпроект поддержки малого и среднего бизнеса, в том числе грантовая поддержка новичков. Грант в 500 тысяч рублей каждому начинающему предпринимателю. И особенность к таким стартапам мы с нынешнего года обязательно будем прикреплять так называемого ментора, наставника, который вовремя сможет проконсультировать начинающего бизнесмена, помочь ему словом, делом. Вот такая система реализуется. На самом деле вот сейчас ты проговорил, когда это у меня появилась идея, мысль, что это неспроста. То есть это не просто наставничество, как это есть на предприятиях, когда к молодому рабочему представляют опытного рабочего с высоким разрядом для того, чтобы тот его поучил. Здесь есть еще другая подоплека, наверное, я так думаю. Ну, то есть в любом случае это хорошо, и я двумя руками за, если готовы мастера бизнеса, которые действительно своими руками с нуля создали что-то, продукт, да, и таких имен много, тут же МЦ-5, движение нефтепродукт, действительно много в Кирове таких видов бизнеса, не наготовенькое, когда-нибудь там, не набрали имущество во времена чековых аукционов и построили на этом империю, а те, которые созданы вновь. Так вот, и я думаю, что у нас пока просто очень слабо развита развит институт бизнес-ангелов, такое странное слово, слово сочетание, но... С бизнесом будет сочетание. Означает очень, очень простую вещь, когда ты начинаешь бизнес, и у тебя нет денег, и в банках ты не возьмешь, потому что у тебя нет опыта, нет залоговой массы, то есть банки требуют либо, там, поручительства, либо, там, залог, квартиру, ну, не квартиру, там, производственные, площади, земли, а у тебя их нет, ты только еще начинаешь, а без кредитов существует сложно, без заемных средств, без средств, которые... И вот в этот момент появляются, ну, в Европе, в Америке, этот нормальный институт, и есть даже такие, как бы, объединения бизнес-ангелов, куда ты со своей идеей можешь прийти, так вот эти люди предлагают тебе капитал, всегда есть какой-то капитал, который у них, там, высвобождается от дивидендов, там, от прибыли, они думают, куда его вложить, в какие-то интересные вещи, которые может быть... секундочку, которые могут рвануть, так вот там не под проценты, а ты подписываешь соглашение, что какая-то доля, 25 процентов, 50 плюс одна акция, от твоего бизнеса перейдет к этому человеку, он вкладывает в себя средства, но ему достается доля в твоем бизнесе, да, и бизнес-ангелы это не просто вложил и забыл, и потом сложилось, не сложилось, бизнес-ангелы это люди, которые следят и дают советы, и смотрят бизнес-план, и все ли соответствует бизнес-плану, вот это правильная модель, и менторство-то это то же самое, единственное, что менторы не совсем, наверное, заинтересованы, пока они не вложили собственные средства, может, к этому придет, может быть, действительно, они захотят вложить в этот стартап, получив долю, и долю они получают не для того, чтобы там, не для того, чтобы она им принадлежала, они ее потом продают, этому же предпринимателю, то есть предприниматель может сам выкупить эту долю, и он будет полновластным хозяином, когда он уже разовьется, когда он, получив советы, и бизнес-ангелу хорошо, он свои деньги отбил, еще с дисконтом, не с дисконтом, наоборот, с процентами, вернул, ну, или кому-нибудь другому, третьему лицу перепродал, такие акции, если бизнес интересен, да, то есть деньги вернул, и в то же время он советом помог, он помог начинающему, новичку, рассказать о всех перипетиях, которые есть, потому что самое-то сложное, опять же говорю, это разобраться в законодательстве, правильно оформить налоговую декларацию, отчитаться по налогам, чтобы к тебе потом претензий не было, и выстроить маркетинговую политику, выстроить политику, там, работы с потребителем, и так далее, и тому подобное, с клиентами, там, сервис, то есть все эти вещи, ментор, он уже прошел много раз, и он на своем личном опыте гораздо лучше это расскажет, чем новые шишки набивать молодому начинающему предпринимателю на стартапе. Я думаю, более подробная схема работы в этой системе наставничества над молодыми предпринимателями, она все-таки появится? У нас она есть, она есть в области, я знаю, что в этом году не только в Кирове-Чапецке и в Кирове, я знаком с несколькими людьми, которые вот так вот менторами выступали, но у кого-то сложилось, у кого-то не очень сложилось, но я бы пожелал, чтобы все-таки это были предприниматели с каким-то капиталом, и которые выступили именно еще и в роли бизнес-ангелов. Вот это была бы фишка, и это бы помогло молодым людям развить свой бизнес гораздо быстрее, эффективнее. Главный редактор газеты «Бизнес-новости» в Кирове Олег Прохоренко, это его особое мнение, сегодня мы продолжим программу после двухминутного перерыва. Особое мнение на 101. И сегодня это особое мнение главного редактора газеты «Бизнес-новости» в Кирове Олега Прохоренко. Мы продолжаем еще одна новость, появившаяся на днях, буквально. Губернатор Кировской области Никита Белых подписал указ, который уже опубликован на сайте регионального правительства, указ об утверждении положения о советниках губернатора Кировской области на общественных началах. Советником на общественных началах главы региона может стать дееспособный гражданин, имеющий высшее и среднепрофессиональное образование, обладающий высоким уровнем профессиональных знаний в соответствующей сфере деятельности, то есть люди такие непростые, авторитетные, запрет занимать должность общественного советника наложен на людей, которые занимают государственные или муниципальные должности. Дальше, функционал. Советники будут готовить для губернатора аналитические и информационные материалы, экспертное заключение, давать рекомендации в сфере управленческих решений, сообщать о возможных последствиях этих решений и так далее. Насколько я понимаю, ежегодно, до 15 февраля, общественники, вернее, советники, должны будут составлять отчет о деятельности, в то же время им запрещается использовать информацию, ставшую известной в личных целях. Количество советников чуть позже определит сам губернатор. Работать они будут, пока, собственно, действует срок полномочий нынешнего губернатора. Не знаю, по моим ощущениям, Никита Ильич довольно хорошо осведомлен о том, что происходит в области и зачем тут ему еще советники. На самом деле, я писал, когда он избрался в первый раз, точнее, второй срок губернаторства. Нет. А, избрался в прошлом году. Да, был избран. Я писал в колонке несколько пожеланий своих губернаторов. В частности, одно из пожеланий, в чем его тогда в первый срок сильно упрекали, что он окружил себя людьми, определенным кругом людей и дальше не видит. И как бы с кадрами-то из-за этого плохо. На самом деле, с кадрами плохо не из-за этого, а из-за того, что в органах исполнительной власти области достаточно низкие зарплаты и переманить людей с бизнеса бывает достаточно сложно. Это нужно какие-то определенные амбиции именно поработать в органах власти. Ну, не суть. Вот. Я писал там о том, что нужен губернатору нашему совет взамен или дополнение к экономическому совету, который формально существует и собирается не так часто. но я именно с точки зрения экономики не говорю. Хотя, может быть, и в других сферах тоже. Но в других сферах есть общественная палата, она может быть таким общественным советом губернатора, к мнению которых этих людей губернатор бы прислушивался. Так вот, кстати, может быть, и не нужно общественного совета, потому что есть общественная палата, которая состоит из уважаемых людей и директоров предприятий. Половина из которых собственно губернатора. Ну, так вот, А институт этот нужен. То есть губернатор, конечно, осведомлен, конечно, может принимать решение. Но дело все в том, что когда ты решение принимаешь один, ты, во-первых, ответственность нечерожен, не разделяй его на многих. Ну, в принципе, конечное решение все равно будет принимать один человек. Даже если он делегирует полномочия по принятию некоторых решений ключевым замом, то все равно окончательное решение, окончательную подпись стоит он сам. В данном случае есть вещи, в которых лучше эту ответственность даже не разделить, а посмотреть с точки зрения рисков, каковы могут быть эти риски и последствия того или иного принятого решения в долговременной перспективе. Есть люди, которые намного опытнее в делах предпринимательства, руководителей предприятий и заводов. В своей сфере они съели собаку. Может быть, они в общественных делах не очень разбираются. Но что касается ведения производства, взаимодействия с органами госвластия, с точки зрения предпринимательства, с точки зрения руководственных предприятий, они лучше разбираются, лучше осведомлены, они могут дать грамотный совет. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы в этот совет вошли аксакалы. Люди, которые много пережили. Я всегда вспоминаю Владимира Гавриловича Бакина, который был и вице-губернатором, возглавлял самое тяжелое время, когда налоги не могли собрать. Вот сейчас тоже тяжелое время для налоговой. Но тогда, в 90-х годах, когда он был во главе налоговой инспекции областной, это было нереально тяжело. То есть нужно было заплатить зарплаты бюджетникам, не знали, где взять денег. А Бакин в это время заславлял налоговую, которая договаривалась с предприятиями, чтобы те отчисляли все-таки, несмотря ни на что, несмотря ни на какое свое положение. То есть люди, которые действительно съели собаку, люди, которые имеют огромный опыт управленческой деятельности, огромную мудрость, что ли. То есть одно дело, когда ты молодой, рьяный и креативный, другое дело, когда ты умудрен опытом, ты знаешь, где, в каких местах может быть, может встретиться там, можно наступить на грабли. В каком месте лучше не ходить, потому что ты уже несколько раз по этому месту прошел. Но, прежде всего, при этом молодежь должна быть в таком органе, в общественном совете? Я бы видел все-таки в таком совете людей умудренных опытом. То есть молодежь, она может идей привнести, но идей есть у нас правительство, достаточно молодое, члены правительства. А вот предупредить о возможных последствиях, это должны сделать как раз люди опытные, сделанные. Да, может быть, молодежь в общественном совете, вот там ты сказал о том, что они будут готовить иммунитические обзоры, это может делать молодежь. А вот делать выводы на основании этих обзоров и, как я уже говорил, какие-то подсказывать ходы нетривиальные, что сделать в следующий момент, это должны делать люди умудренные опыты. Ну, это мое видение, это мое особое мнение, я не претендую на истину в последней дистанции, но мне кажется, что вот как раз в этом направлении Никита Юрьевич и думает, и мне приятно. На прошлой неделе в нашем городе с визитом официальным побывал заместитель председателя Центрального банка России Александр Торшин. В том числе бизнес-новости в Кирове писали, что именно сегодня главец Центробанка Эльвира Набиулина и Александр предложат те меры, которые были разработаны на здесь, на кировской встрече с руководителями банков. Подробностей пока еще этой встречи нет, в частности, большой материал, ты понимаешь, в следующем номере? Да, мы готовимся сейчас. Что это было, что это за встреча? Я очень... Ну, она была узким кругом журналисты экономической информации, экономического направления нескольких СМИ. Встречались с Александром Порфиричем. Он человек такой интересный, что сходу начал объяснять о том, как он попал в Центробанк. На самом деле в Центробанке он работал еще при Дубинине, и в свое время его попросили войти в правительство Кириенко. Он туда вошел, а потом стал членом Совета Федерации на долгое время, и даже больше 10 лет был заместителем председателя Совета Федерации. То есть сначала у Миронова, потом у Матвиенко. То есть человек, умудренный опытом, знающий, как работает регион. Он был сенатором от Мариэл, очень хорошо знает реалии Мариэл. И Никита Юрьевич сразу после его назначения Белых ему позвонил, после назначения в Центробанк, и пригласил в Кировскую область. Приехать, пообщаться. Да, потому что у нас не раз слышал это, и не раз слышал, причем даже на федеральном уровне, о том, что у нас достаточно сильное банковское сообщество. Вроде банки невелики, но у нас есть три банка, которые пережили уже не один кризис, у которых есть свои клиентские базы сильные, которые остаются верным банкам, несмотря ни на что, несмотря на экспансию центральных фейеральных банков. У них есть своя клиентура, они работают, у них есть своя ниша. Они более четко, быстро подстраиваются под изменяющиеся реалии, чем эти гиганты, которые принимают решения вертикально интегрированные. И услышать мнение вот как раз таких банкиров, интересных банкиров, банком которых уже там четверть века вспомнилось нынче, я думаю, что для Александра Порфирьевича было интересно. И коль скоро он пообещал, я надеюсь, что он передаст их пожелания банкиров Эльвилин и Биулина, а для бизнеса, ну, интересы, которые мы тоже стараемся своей газетой поставить. Что за предложение, за предложение такое? Там есть некий, то есть я не знаком просто, там, внутриведомственное распоряжение номерное, вернее, инструкция центробанка номер 54-п, касающаяся условий кредитования. Дело в том, что когда ты выдаешь кредиты, у тебя должно быть какое-то обеспечение. У банка, там, монетарная, да, в деньгах, то есть ты не можешь выдать кредитов больше, чем, да, и ты должен обеспечить их, там, залоговой массой, там, чем-то еще, своими собственными средствами. Так вот, они просили у Александра Порфирьевича пересмотреть эти требования, потому что они сделаны под неопределенный круг лиц. А есть малый и средний бизнес, которым должны быть применены особые условия, да, и эти условия, они должны быть в документах центробанка тоже отражены. Вот они об этом просили. Не только об этом, там было еще несколько вещей, но все раскрывать он не стал, встреча была очень мимолетной, ну, недолго. Хотелось говорить полтора часа, вышло всего полчаса. Ну, приятно, что наше банковское сообщество заботится малым в бизнесе. Ну, они, понятно, они заботятся о себе. Но банки не могут зарабатывать, если они не дают кредиты, не дают кредиты бизнесу развивающемуся. Это тоже надо иметь в виду. Все здесь взаимосвязано, да, финансовые институты сами по себе существовать не могут без клиентов, без вкладчиков и без заемщиков. И желательно, чтобы заемщики были успешны, чтобы они могли кредиты гасить, чтобы они развивались и брали больший объем кредитов, переходили из ранга малого бизнеса в средний, среднего в крупный. И, соответственно, увеличивали, и при этом оставались, сохраняли верность тому банку, который их не подвел, который остается им верен. Вот в этой связи, я думаю, что встреча была продуктивной, надеюсь на ее итоги. Тем более, что Александр Павлович пообещал приехать и более, может быть, предметно уже потом проговорить. Он назначен только в январе, то есть не так долго является статус-секретарем Центробанка, и он опыта поднаберется, и, может быть, будут итоги вот этой встречи уже воочию видны. Именно инициатива, исходившая вот в наших кировских банках. Ну что, завершается особое мнение, сегодня это особое мнение главного редактора газеты «Бизнес-новости» в Кирове, Олега Прохоренко. Спасибо, до новых встреч, всего доброго. Всего доброго, хорошего всем дня.